Мы находимся возле клуба, в котором будем выступать. Посмотрите, как мило. Там живет человек, который любит радугу. О, так мило. Радуга – это круто. Так прекрасно, когда люди просто любят радугу и вешают флаги радуги на свои окна. Это так мило. Голландцы молодцы. Вообще, Люка, на самом деле, я просто тебе иду не сказать, что вот это вот то, что флаги, вот эти с радугой, это педики вешают такие флаги. Да нет. Нет, ничего. Ну, человек просто любит радугу и повесил радугу. Они любят радугу, наверное, но на самом деле они в жопу водятся. На гей-парад. Мы приехали на гей-парад и по случайным стечениям обстоятельств у меня сломалось очко. Я не знаю, как так вышло, но это реально случайность. Правда. Пацаны, вот он праздник. Мы пришли на гей-парад, и я специально снял вот эту треногу, потому что она может привлекать геев. Ну, вы понимаете, почему. Илюха, а ты куда треногу-то спрятал? Не важно. Ну, покажи, куда спрятал-то. Спрятал-спрятал, заебал. Пойдем. Вот это мужик, да? Хозяйственный. Я, конечно, не имею ничего против геев, мне все равно. Но почему существуют гей-парады? Это же нелогично. Почему людям, которые любят анальный секс, мужчины и мужчины, или вагинальный секс, женщины и женщины, устраивают парады? Почему нет тогда парадов тех, кто любит присунуть свою пипейскую женскую вагину? А почему бы и нет? Я бы ходил на них. Это реально ущемляет мои права гетеросексуала. Камон. Сделайте уже парад вагинолюбах. Вагинолюбческий парад. Мы все туда пойдем. Верну тебя. Бельгия, вот реально нормальная страна. Здесь запрещено колоть марихуану. А то обколется своей марихуаной и ходят в жопу ебутся. Очень неудобно, когда тебя узнают в такие параде. Еще дай-то какой-то зашквар. Следующий раз буду говорить, это не я. Жесть. А, Дэнчик пошел к своим хахалям. Ой, кобелина, а. Ой, кобеля. Кстати, с помощью этих очков можно вычислить пидора. Вот одень сейчас. Ну, пидор. Ой, сори. А ты заметил, как сильно пахнет там смазкой? Откуда ты знаешь, как пахнет смазкой? Мне друг рассказывал. А ты что, ты ее нюхаешь? Мне рассказывал Джарахов, мой друг. Я сам не знаю, как пахнет.